Приветствую вас, друзья мои! Сегодняшний выпуск я хочу посвятить микрофонам, один из которых мы с вами вместе соберем. Микрофоны, конечно же, бывают разные. И изначально, насколько я знаю, появились угольные микрофоны, которые, являясь резистивным элементом, состояли из угольного порошка и обкладок. Такой микрофон в свое время я уже изготовил. Это не что иное, как просто консервная банка с дырочками, на которой натянута вот такая вот мембрана. На ней же располагаются две обкладочки из фольги, между которыми заключен толченый уголь. Ну и выводы, разумеется. Этот угольный микрофон мы изготовили сыном самостоятельно и испытывали его. Видео на канале есть. Но микрофонов, кроме угольных, превеликое множество. Даже больше, чем сейчас у меня на столе. Основные микрофоны, которые использовались ранее, это были микрофоны динамические. Особенным микрофоном среди динамическим был микрофон ленточный. Он применялся в студиях звукозаписи. И если в этом микрофоне, в магнитном поле, движется катушка индуктивности, и под действием звука она колеблется, а соответственно в магнитном поле колеблющаяся катушка вырабатывает электрический ток. Это и есть сигнал. Вот в ленточном микрофоне, в магнитном поле, двигается гофрированная алюминиевая ленточка. У меня такого микрофона нет, показать не могу, но говорят, что он очень хороший. А дальше? А дальше были микрофоны электростатические. К электростатическим микрофонам относятся вот эти вот микрофончики, которые внутри себя содержат вот такие капсули. Этот капсуль и есть. Электретный микрофон, который его часто так называют. Электретный микрофон это одна из разновидностей конденсаторных микрофонов, самых лучших. Ну, так утверждает Википедия. Дело в том, что именно конденсаторные микрофоны используются в студиях звукозаписи для того, чтобы писать наиболее широкий спектр звуковых частот. А вот этот его родственник мал, и, конечно же, в студии звукозаписи навряд ли кто-то его будет использовать. Внутри такого микрофона, который называется электретным, находится тоже конденсатор. Но почему именно электретный? Дело в том, что одна из обкладок этого конденсатора, который находится внутри этого микрофона, покрыта электретом. Причем названия у электрета не всегда бывают благозвучные. Вот обычно в конденсаторах используется гомоэлектрет. Ну, то бишь электрет, который долгое время может сохранять свою поляризацию. И из-за этого, когда происходит звуковая волна, то пластиночка с гомоэлектретом, двигаясь рядом с другой пластиночкой, вызывает изменение электрического потенциала. И этот потенциал легко усиливается. В каждом из этих микрофонов стоит маленький полевой транзистор. Вот он здесь изображен. И он является предусилителем. Поэтому такие микрофончики, если разобрать, из них можно вынуть полевой транзистор. Чтобы запитать такой микрофон, он, в отличие от угольного, Хотя и проводит ток, но проводит незначительно. Проводит за счет того, что у него есть полевой транзистор, который является управляемым проводником. И вот, чтобы его запустить, так же, как и для угольного микрофона, ему надо ток. Некоторый ток. Организовать питание. Это питание называют фантомным, потому что сопротивление полевого транзистора очень велико. Чтобы подключать такие микрофоны к своей звуковой карте, вот один из них тоже, нужно обязательно организовывать то самое фантомное питание и проще всего его сделать вот по такой схеме. У вас имеется электретный микрофон, который обозначается на схемах либо так, либо вот так вот оплаточки поперек. Он имеет полярность, потому что в нем есть полевой транзистор. И можно собрать вот такую цепь. Батарейка, резистор, микрофон. Звук на звуковую карту или на усилитель лучше снимать через конденсатор. Параметры этого резистора и конденсатора сильно зависят от батарейки. Батарейка может быть и 1,5 В, и 9 В, и 12 В. Но тогда надо будет подбирать параметры вот этих вот элементов так, чтобы не спалить ваш усилитель. Ну а вот эти электретные микрофоны выдерживают достаточно большие напряжения. Кроме электретных микрофонов были и пьезомикрофоны. Я демонстрировал, как пьезодинамик легко справляется с функцией микрофона на своем канале. Ссылочку найдете в описании. А также оптоакустические микрофоны. Здесь все банально. Это, по сути дела, оптопара, в которой есть инфракрасный излучающий диод и инфракрасный принимающий диод. Но на самом деле это не диод, это транзистор, который реагирует на освещение инфракрасным излучением. Так вот, если в поле этого устройства разместить, скажем, вот такую фольгу и включить питание, то в зависимости от того, как будет колебаться эта фольга, интенсивность облучения вот этим светодиодом вот этого транзистора будет меняться. Соответственно, будет изменяться ток в цепи этого транзистора и будет получаться у нас некоторый звук на выходе. Ну, точнее, сигнал, соответствующий звуку. То бишь, это и есть нутро оптоакустического микрофона. Причем я считаю, что такие микрофоны наверное должны быть лучшими и гораздо лучше, чем конденсаторные. Но это сугубо мое личное мнение. И если вы пожелаете, мы проведем с вами подобный эксперимент, то есть попробуем сделать из этой вот оптопары оптоакустический микрофон и испытать его. Пока мы не подошли к изготовлению самого главного, то бишь микрофона конденсаторного, я бы хотел вам упомянуть о вот этой лампочке. Дело в том, что среди микрофонов есть и ламповые микрофоны, но эта лампочка к этому отношения никакого не имеет. Но на заре моей юности очень часто говорили о том, что с помощью вот таких обыкновенных лампочек накаливания можно подслушивать разговоры. Висит такая лампочка на кухне, а где-то за стеной полковник КГБ слушает вас так же хорошо, как если бы он поставил к вам микрофончик. И в этом есть своя доля правды. Все дело в том, что здесь в лампочке есть нить накала, которая выглядит как вольфрамовая пружинка. И при колебаниях колбы этой лампочки, происходящих под воздействием нашего голоса, звука или прочего, эта пружиночка то растягивается, то сжимается. И в результате изменяется сопротивление. Отловить звуковую частоту по сети 220 вольт вполне можно. И этим реально занимались определенные структуры. Ну а теперь главное блюдо. Вот это вот сооружение у меня на столе. Это есть не что иное, как самодельный конденсаторный микрофон, который я изготовил и испытал. Выглядит он немножко монстрово, внушительно, и можно даже убить, потому что весит он 2,5 килограмма. А как я его изготовил и что я с ним сделал, смотрите прямо сейчас. Для изготовления моего конденсаторного микрофона я буду использовать в качестве основания и одной из обкладок конденсатора вот этот вот металлический диск от моей гантели 2,5 килограмма. Он как раз достаточно ровный и хороший. Но чтобы не было замыкания, я сделаю изоляцию из скотча. Возможно, воздушная прослойка была бы лучше, этого я точно пока не знаю, но я пока буду изолировать, чтобы при работе мой конденсаторный микрофон не испытывал коротких замыканий и не портил всю систему. Для декорации, а также для крепления второй обкладочки моего конденсатора будет вот такая решеточка от автомобильной колонки. Я буду закреплять ее на некотором расстоянии от вот этой вот обкладки первичной. Ну, а дальше подумаем, как это будет исполнено. Пока что я нанесу изоляцию на вот этот вот диск. Вот эта обкладка конденсаторного микрофона, она же основания, должна обязательно иметь вот такое диффузорное отверстие. Это нужно для того, чтобы вот вторая обкладочка, которая будет находиться над ней и на которую будет давить звуковая волна, проходя через вот эти вот отверстия, двигалась свободно. То есть, вымещая воздух из зазора между двумя обкладками, этому воздуху было куда выходить. И выходить он будет в это отверстие. Так сделано в динамических микрофонах, так сделано и у меня. Конечно, было бы хорошо припаяться к алюминиевой фольге или нержавеющей стали, но я такой возможности не имею, точнее мне просто это делать лень. Поэтому я буду приделывать выводы моего микрофона, непосредственно прикасаясь вот этими проводничками сюда к диску, а закреплю все это с помощью желтой изоленты. Так будет интересней и красивее. Желтые провода, желтая изолента, что может быть лучше. Для того, как я закрепил провода с помощью изоленты, обязательно надо прозвонить, все ли с контактами в порядке. Вторую обкладку я делаю просто прижав кусок пищевой фольги вот этой вот крышкой. Конечно, нужно было бы обеспечить некоторый зазор, но дело в том, что все прекрасно знают, что пищевую фольгу прижать плотно друг к другу, чтобы слои вместе слиплись практически невозможно. Ко второй обкладке я приделываю точно так же, то есть я зачищаю медные жилки. На всякий случай я поскоблю здесь фольгу. Возможно, там есть окислы, которые помешают мне нормально контактировать. Надо делать аккуратно, чтобы не порвать. Я уже порвал, но ничего страшного. Кусочек фольги еще есть. Я надеюсь, что у меня будет полный контакт. Теперь заворачиваем все это дело аккуратно в фольгу. И надо постараться не оторвать до того момента, как я ее приделаю на сам диск. Теперь с помощью небольших кусочков скотча я прохожу по периметру и закрепляю вторую обкладку. Я закрепил фольгу, установил контакты и мой микрофон уже готов. Его можно испытывать. Прежде чем его включать в какой-нибудь усилитель, я решил проверить его емкость. Ну, а заодно и посмотреть, как она меняется в зависимости от голоса. Правда, насколько я вижу, от голоса она меняется не очень. Хотя говорят, эти микрофоны очень чувствительны. Но зато на него можно подуть, как это обычно делают. Стучать пальцем я не буду. Ну-ка, подуем. По-моему, прекрасно видно, что емкость изменяется, а значит, как и предполагается, этот микрофон будет усиливать звуковые колебания. Ну, а теперь настало время испытать наш конденсаторный микрофон. Поначалу, зная то, что этому микрофону нужно напряжение для того, чтобы он работать, я даже вознамерился собрать и собрал вот такую схему, которая работала на 220 вольт, даже на 300 вольт после этого выпрямителя. И с помощью звукового трансформатора вот этого динамика я пытался извлечь какие-то звуки. Звуки были, но они были настолько тихими, что показать их на камеру практически невозможно. Микрофон был не настолько чувствителен, чтобы это было актуально. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как приделать этот вот конденсаторный микрофон к моему суперусилителю на полевом транзисторе и использовать вот эту вот светодиодную матрицу, чтобы нам хоть что-то можно было увидеть из работы этого микрофона. Дело в том, что в наушник это в принципе слыхать, но на камеру наушник особо-то и не послушаешь. Поэтому сейчас я просто включу питание и буду, как все артисты, дуть на микрофон. Он в принципе реагирует на мой голос, но настолько громко орать я сейчас не могу. Я горло просто напросто сорву, я просто подую в этот микрофон. ну и вот в такт моему дутью светодиодная матрица все-таки мигает. Ну а в наушнике конечно слышно мое дутье и даже мой голос, но в камеру его практически не будет, не видно, не слышно. Я сейчас постараюсь поднести наушник к микрофону камеры, а сам сделаю противную вещь, то есть я буду пальцами стучать по этому микрофону, чего делать как бы не рекомендуется, ну чего не сделаешь ради науки. Вот такая примерно реакция этого микрофона на усилитель или усилителя на этот микрофон. Микрофон всем хорош, он чувствителен, легок в руке, всего два с половиной килограмма металла, поэтому можно легко его прицепить на петличку пиджака и вот даже когда я его вот так вот потряхиваю, слышно звуки небольшие, ну и видно, что матрица помаргивает. Но лучше всего он, конечно, моргает, когда я на него дую. На туте любой микрофон реагирует здорово. Вот такая чумовая самоделка, которую можно сделать самому. Разумеется, она не может соперничать с настоящими студийными конденсаторными микрофонами, но по крайней мере для развлечения и для того, чтобы познавать что-то новенькое в области микрофонно-записывающих устройств я думаю, такая самоделка вполне сгодится. В домашнем исполнении на кухонном столе смотрится она просто великолепно. На этом все, ребята, пока. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. так, что я хочу сделать. Продолжение следует...